Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут CryptoFrontman. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин в логике Вайкова. Мы поговорим с вами про восходящий канал. Мы поговорим с вами про экономическую составляющую, что же случилось у нас уже на день текущий. Также мы с вами обязательно затронем причины и, соответственно, следствия данного падения, что ожидать нам дальше в будущем. Значит, начнем сразу с чего? С того, что вчерашним днем мы получили просто серьезнейшее, невероятное движение по продажам биткоина. Соответственно, на это были свои причины. К слову, в своем ночном посте вместе со скриншотом я предлагаю обязательно рукописный текст, где я описываю ситуацию и говорю о том, что впереди паровоза бежать не буду и, соответственно, сообщу уже сегодня, когда все перепроверю. Я все перепроверил и получается, что дополнительный негатив у нас получился из чего? Первое. Криптовалютный банк SilverAge ликвидирован. Второе. Генпрокурор США назвал эфириум ценной бумагой и подал иск на биржу KuCoin. Третье. Множественные заявления Байдена по поводу банков, взимания налогов. Сегодня он дополнял по поводу криптовалюты, что будет 30% налог на майнеров и прочее, прочее. Это все, естественно, усугубило и сделало возможным пробой важнейших зон поддержки. Но, как и есть. Собственно говоря, раз это свершилось, соответственно, это моя третья подряд локальная ошибка к ряду. И сейчас мы находимся в ситуации, когда решается мой среднесрочный прогноз по биткоину. Продолжу я тем, что вчера я выпускаю вот это замечательное видео. Обязательно его посмотрите. Особенно первую часть про экономику. И что мы уже имеем сегодня. Выходит новость, крайне важная. Уровень безработицы 3,6 против прогнозов 3,4. Соответственно, это позитив для рынка. В ситуации, когда резкий негатив. То есть требовалась какая-то пилюля, которая способна остудить это дикое падение. Плюс выступил сегодня Байден и сказал, что его финансовая модель работает раз. Раз, что инфляция будет замечательная 2, третье, что ФРС поднимет ставку на 25 пунктов. Замечательный человек просто обнять и плакать. Вчера он все хоронит, сегодня уже спасает. Умничка. Возможно, это кому-то нужно было. Но это для любителей конспирологии. Так вот, вчера был относительно позитив по безработице. Сегодня однозначный позитив по безработице. Для рынков подчеркиваем. Соответственно, как поменялись данные? Значит, вчера у нас была ситуация, что 25% за 25 базисных пунктов и 75% за 50 базисных пунктов. А уже сегодня, после новостей и слов Байдена, мы получаем 50 на 50. 50-50. Поэтому еще вчера я сказал, давайте доживем до 22 марта и узнаем, какая будет ставка. Более того, она еще будет много раз меняться, как в том числе говорил вчера. И в том числе из-за инфляции. К слову, про инфляцию. По вчерашнему видео мы говорили, что 6,4 текущее, да, а прогноза еще нет. Но исходя из того, что мы знаем, что через день 15 марта у нас будет индекс ценз производителя ниже фактического. Тут 0,4 по старому образцу, а по новому уже и 0,3, то есть в два раза. Значит, я предположил, что инфляция будет значительно ниже. Также мы воспользуемся с вами дополнительным ресурсом о прогнозе о инфляции. 4,6 прогнозируется, да. Но мы получили уже сегодня четкие данные. Прогноз 6,0. Таким образом, еще не дождавшись вторника, мой прогноз и мой анализ по фундаменталу пока ровненько подтвердился. Один к одному. Осталось дождаться вторника и действительно получить свой заслуженный приз. Так как кнута мне уже достаточно от биткоина. Пора снова возвращаться в высшую лигу. К слову, хочу воспользоваться возможностью передать огромный привет Ридвану и выразить ему глубочайший респект за то, что он, пожалуй, один из немногих, если не единственный, совершил великолепный реверанс. Распродался на 23 тысячах, заявив о том, что все полетит в тартарары. После чего, если я не ошибаюсь, исходя из ваших слов, он вчера снова закупился. На самом деле, замечательнейший анализ. Жму ему руку, передаю привет. И данный автор, и мой коллега по трейдингу, который мне не стыдно произносить в данном эфире, и рекомендую к ознакомлению. Что ж, с экономикой и фундаменталом разобрались. Тут хотя бы позитив. И теперь важно подойти к вторнику хотя бы от текущих. И я сейчас объясню, почему крайне важно быть на текущих. То есть, подойти чуть выше от текущих замечательно, но никак не ниже. Так как вообще изначально я рассчитывал туда подойти хотя бы съема 200. Но, как говорится, не повезло, не фортануло, фронтмен к успеху шел. Также хочу показать тот паттерн, который я опубликовал 17 февраля. Да, Ева и Адам. К сожалению, который пошел в свою отработку. 18-765 и 18-400. Да, к сожалению, он реализовался, но... Вы помните, не так давно в одном из своих видео я сообщил о том, что он уже не дееспособен и удалил. Потому что по структуре он сломался. Я сказал, боб, не перепрыгнув яму. Так как полагал, что будет расторговка вправо, исходя из съема 200. Потому что Адам подразумевает под собой стремительное движение вниз с пробоем шеи. Это тот случай, когда технический анализ действительно работает и отработал на 100%, насколько посмотрите заранее, но отдал предпочтение объемам. Таким образом, достаточно досадно остаться с носом. После сумасшедшего прогноза, да, в апреле 2022 года я делаю прогноз о том, что будет рост. Мы его получаем. 17 февраля я замечаю опасность, но прибавиваю эйфорий, отметаю его в сторону. Хотя должен был бы действительно напрячься. Позже же были моменты, когда я говорил, что тени сверху большие, что мы можем пойти туда, мы можем пойти сюда, но расслабился. Поэтому я мог с Ридваном сейчас пить боржоми, но, увы, я боржоми-то пью. А вот Ридван пьет наверняка сейчас бургундское хорошее вино. Теперь по поводу Уайкоффа. Что хочется сказать? Я очень рад, что в моем телеграм-чате действительно собрался на сегодняшний день замечательный пул трейдеров, который делится замечательными мыслями, отличными постами. Я был весьма опощен, потому что сегодня человек опубликовал в чате картиночку вот подобную. На что я сделал комплимент и сказал замечательно, так как очень часто у нас в чате постят дичь разную, а это, которая действительно соответствует текущему состоянию дел. И в чем же гордость у меня в том, что это полностью соответствует тому, что я сегодня ночью обнаружил и хотел вам уже сегодня показать. Так вот, давайте внимательно. Если убрать все лишние линии, то вы на сегодняшний момент видите канал аккумуляции. То есть данный прямоугольник, где мы с вами имеем расторговку. То есть цена вошла и ограничена данным прямоугольником. Соответственно, у него есть зона сопротивления сверху и зона поддержки снизу. По середине у нас медиана. Как правило, если мы сверху медианы, это считается традиционно бычьим царством, а снизу медвежьим. Так проще понимать. Так вот, многократно в своих видео я говорил, что если мы остановимся в районе 19 800, об этом мои ночные посты и, соответственно, сегодняшний ночной пост, об этом мы еще сейчас скажем, что пока мы еще здесь, все еще может быть хорошо. Но если не устоит, то есть вероятность пролива вниз. И вот эти пределы нужно определять. Естественно, в телеграм-канале я пишу 18 400, 18 600 нас ждут. Сегодня при скрупулезном анализе я получил значение 18 100, 18 800. Данный канал восходящий вы видите и знаете. Мы его разбирали уже на этой неделе. Как лонговые ситуации, так и шортовые. Как вы видите, шортовая стрелка, увы, показала себя. Так вот, так как мы сидим сейчас с вами по центру, по медиане, да, то мы ограничены вот этим глобальным восходящим каналом. То есть это глобальный восходящий канал недель на Тайфрейме. То есть пока мы в нем, можно быть спокойным за глобальное восстановление биткоина. То есть мой глобальный прогноз однозначно работает и отрабатывает. А среднесрочный еще под вопросом. Но вот если будет потеря этого восходящего канала, тут придется виниться. Но пока я верен техническому анализу и той экономической составляющей, которую я вижу. То есть возможные проливы и допускается до 18 100, 18 800. Каждый день это значение будет увеличиваться. Например, 28 марта это может быть район 18 500 и так далее. Возможен ли отскок от текущих? Однозначно при той составляющей технического анализа, как мы уже везде перепроданы достаточно бодро, мы можем еще отскочить. Особенно при хорошем фундаментале во вторник. Но есть вероятность ловушки. То есть мы можем отскочить от текущих, да, расторговываться в этих пределах и двинуться дальше вверх. Но напомню, месяц у нас восходящий, неделя у нас нисходящая. И я несколько раз говорил, что если пойдет негатив и неделю потащат вниз, она нас очень может больно наказать. И действительно может быть очень и очень больно. Но что же по Вайкову? Внимание! Мы рассматривали с вами Вайков как нисходящий клин. Проблема и трудность определения глобальных зон дистрибьюции, редистрибьюции, аккумуляции, реаккумуляции и прочее глобальных именно зон. Проблема на сих в том, что очень трудно в другой раз определить правильность схемы. Причем они никогда не совпадают с книжными вариантами. Мы изначально рассматривали, помните, вариант 1. Потом у нас все-таки стал вариант номер 4. И мы рассуждали, что с высокой долей вероятности, подойдя к верхней точке, мы расторгуемся, образуем что-то наподобие симметричного треугольника и будем пробиваться вверх. К этому все шло. Но, как сказано было во вчерашнем видео, фундаментальные новости лишили меня такого шанса. И я получил свою первую локальную ошибку в этом году. Так вот, при детальном изучении сегодня, я изучил и посмотрел, что мы очень стали похожи на зону аккумуляцию, которая, возможно, трансформируется в перевернутую голову с плечами. Если увеличить, это смотрится примерно вот так. То есть мы получаем вот этот текущий пролив. Касание медианы. Как раз касание медианы у нас сейчас и происходит. Более того, это схема номер 3. То есть голова с плечами. Раз, два, три. Плечи не обязательно на одном уровне. Левая может быть чуть выше, правая чуть ниже и так далее. То есть, но примерно уровень у них должен быть одинаковый. Мы знаем, что голова с плечами или перевернутая голова с плечами должны быть горизонтальны. Это глубочайшая ошибка всех тех технических аналитиков, которые пытаются рисовать их наклонными. Иногда угол может быть у шеи, но несущественный. Самое главное, что она должна быть горизонтальна. Так вот, если поглядеть и прорисовать от шеи, да, мы получаем левое плечо, голова, и на сегодняшний день формируется правое плечо. Соответственно, вот это донышко может быть как на медиане, так и как мы уже определяли, 18100 плюс-минус. Так как, еще раз, они могут быть на одном уровне с левым плечом или около того. Поэтому теория о том, что мы можем еще дойти до дна данного канала, имеет место быть. Вы тогда спросите, почему мы остановились здесь в воздухе? Это не воздух, я уже вижу на глаз, что это четко медиана. Вот этого локального канала. Что мы получаем? Причем мы получили идеальное пересечение, то есть медиана локального канала и медиана глобального канала. Соответственно, именно здесь и произошла остановка магнит. Самое забавное, если все же мы придем в эту точку, то получится, что мы все-таки оттестируем то, что мы тогда не оттестировали. А что мы не оттестировали? Помните? Правильно. Глобальную наклонную линию, удар и бег. Соответственно, зону 18370 я на сегодняшний день рассматриваю уже всерьез. Поэтому обязательно учитывайте это для своей торговли. И теперь, исходя из моего ночного поста, да, и скриншота, я писал о том, что это последнее плод 19800, так как мы еще находимся в глобальном восходящем тренде немного таймфрейма. И эту наклонку нельзя терять. Для того, чтобы сломить локальный нисходящий тренд, надо припробивать вот эту наклонку. Поэтому, как бы вы не грешили на технический анализ, на фундаментал, на смарт-мани, все равно все стратегии работают и отрабатывают. Хотя, если вы не пользуетесь ничем, действительно, почему бы не покритиковать? Также видео на неделе я показывал вам, исходя из Fibonacci. Я говорил, что коррекция до 05 на 618, это нормальная коррекция, допустимо, но это не те значения, которых я жду слово в слово. Соответственно, был доход уже до 05, что в свою очередь, в том числе, соответствует медиане, середине нашего канала аккумуляции. И даже 18660 будет вписываться в данный анализ. Конечно, он идет в развес тому, что я ранее говорил, но, как вы видите, экономическая и фундаментальная повестка очень часто могут изменить локальный анализ. И здесь абсолютно не важно, как вы относитесь к техническому анализу или к смарт-мани и другим вещам. Если вы знаете, что что-то отрабатывает на 100%, свяжитесь со мной, с удовольствием узнаем. Также мы говорили о том, что после того, как CPR-линии потеряны, магнитом магнитит всегда шортовая S1 или мы сверху R1. Соответственно, S1 притащила, примагнитила цену, и сейчас у нас сработал магнит даже на S2. Из позитива, как правило, в зонах аккумуляции мы забираем чаще всего две CPR-линии, не более. У лонговых можем и все три, но это в теории. Если, например, во вторник будет какой-то ужас, то, я думаю, магнит и S3 увидим. Пока все в рамках технического анализа, о котором я вскользь говорил, но, к сожалению, я не могу сейчас заявить о том, что это был мой основнейший сценарий. Увы, увы. Именно поэтому я говорю, что я индикатор. Им нужно внимательно слушать, что я говорю, что я показываю, и решение принимать самостоятельно, друзья. Пока мы действительно в последнем оплоте. Ваши комментарии про бетон и папу бетона я читал великолепно. Соответственно, да, они все пробиты, утеряны, разбиты. Все эти зоны теперь не имеют никакого значения. Нивелированный, уничтоженный, аннигилированный. Убрал. Из негатива не очень бы хотелось получить крест смерти в обратном направлении. Потому что Йома 50 сверху вниз может пересечь Йома 200, и тогда, да, действительно произойдет крест смерти. И не очень круто. Опять же, надеюсь, вторник исправит данную ситуацию. По карте ликвидации мы видим, что на сегодняшний момент 6 миллиардов 750 миллионов долларов шортовых, а ланговых у нас имеется 2 миллиарда 500 миллионов долларов. Из близлежащих по райончику мы имеем почти 2 800 миллиарда ликвидаций шортовых и только миллиард 200 ланговых. Но так как мы уже подошли к ликвидациям мелких плечей, то, как правило, они уже давным-давно выставлены в безубыток. А в этом месте нахожусь я со своими позициями стоп-лосс в безубыток. Что ж, друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. На сегодня это последнее видео. Увидимся уже в понедельник. Надеюсь, вы проведете шикарно выходные в хорошем настроении. И помните, если вы трейдите до посинения и в один из дней вдруг мама из соседней комнаты говорит, иди спать, а вы уже как 15 лет живете одни, имейте в виду, трейдить пора прекращать. Действительно, идите отдохните. Всего доброго. Увидимся.